Вы большие молодцы, вы образовываетесь сами, вы делаете рынок лучше и работать легче. Я, собственно, начну. Вы хотите, хотите, поджимайтесь, давайте поджимаемся. Оказывается, я так волнуюсь сегодня, я с 19 года не выступал, шутка нет. Оказывается, я сел в 2015 году и я вижу, как рынок трансформируется. Это очень важно. В 2015 году я делал семантику за полторы тысячи рублей. Сегодня максимальный чек компании по селошке 450 тысяч рублей в месяц. И обязательно дослушайте этот доклад до конца, потому что мы дадим вам большую ценность, это не промокоды, это кое-что другое. Да, потому что, ну, навряд ли кто-то из вас хочет продвигаться. У меня вопрос, поднимите руку те, кто селошит. Ну, много, все, классно. Итак, с 2017 года я веду свой канал на ютубе, я рассказываю там про полезное село. Оказывается, мы выступили на всех значимых конференциях. У нас есть курс по сел, где мы 7 месяцев, 2 раза в неделю. Вообще сумасшедшие люди, кто к нам приходят учиться, учим селошников. И я еще руковожу маленьким достаточно агентством по сравнению с другими компаниями. Сегодня вы узнаете, как делать сайты, которые будут лучшими вроде эти и в интернете. Потому что интернет-маркетинг в России впереди планеты всей, кроме Украины. Ну, теперь уже впереди планеты всей. Вот, соответственно, узнаете, почему важна интент запросов и кластеров с семантикой. То есть все что-то говорят про семантику, а так как мы ее 8 лет собираем и делаем это на промышленных масштабах, мы знаем чуть больше, чем все остальные. Вы узнаете, почему структура страницы должна строиться из интента запроса, почему это важно, и это будет показано на примере. Вы узнаете, зачем вам нужны информационные запросы. И Артур только что сказал, что нет геозависимости, нет информационных запросов, тоже есть геозависимость. Просто надо правильно работать. Если вы поставите плагин Geoclever, например, в YouTube, в Гугле, и посмотрите разные поисковые выдачи для разных городов, Москва, Питер, Воронеж и так далее, выдачи будут тоже разные. Работа с отзывами тоже крайне важна, и узнаете, как делать так, чтобы люди вам доверяли. Что еще там хочу рассказать? Ой, короче, вы до хрена всего узнаете, поехали. Соответственно, для того, чтобы сделать классный сайт, не нужен классный дизайнер. Я считаю, что Артемий Лебедев — это худший дизайнер России, но он самый крупный господрядчик. Мы не делаем дизайн сайтов, мы решаем простейшие UX, UE и пользовательские задачи с помощью дизайна сайта. То есть мы, как агентство, лучший дизайн для SEO-шки. То есть факт. Потому что то, что я буду показывать, не делает ни Озон, ни Валберис, хотя делать должны. Мы делаем конкурентный анализ, и я объясню, как его делать. А также мы проводим анализ в коммерческих факторах, и это и email под определенную нишу. Михаил, представитель Яндекса, говорил, что коммерческие факторы разные. То есть если вы marketplace, доставка у вас должна быть за два дня. Если вы торгуете котлами, то там немножко другие коммерческие факторы. Там про доверие, про важность того, что у вас качественные котлы и так далее. КФ для всех ниш разные. И это email, по факту, это аналог КФ. Это все про авторитетность, доверие и то, чтобы не потратили лишние деньги. Вот так выглядит наше ТЗ. Мы никогда не рисуем прототипы, потому что не видим в этом смысла. Вообще давайте так. Все, что делаем мы SEOшники, нахрен не надо клиенту. Ни аудиты, ни стратегии, ни работы. Ему нужны только бабки. Мы сами должны понимать свою роль на проекте. Мы самые важные люди. То есть SEOшник – это человек, на который работает контент-менеджер, линд-билдер, семантист, клиент, команда клиента, программисты, дизайнеры. Короче, все. SEOшник – это типа звезда на проекте. Поэтому он может делать любую херню. Главное, чтобы бабки были. То есть это самая важная задача. Так выглядит ТЗ. Мы прописываем. Вы увидите презентацию. Мы прописываем, что должно быть в взаимодействии пользователя. Что должно быть в всплывающих окнах. И сегодня вы это сможете получить. Ну, завтра. Завтра я буду в Питере в нашем офисе. Вы сможете это получить в партнерском. Вот это все тоже. Как бы все. Вот это все. Это прототип в тексте, где есть скриншотики конкретных элементов на сайте, где мы это подрезали. Это называется конкурентный анализ. То, что рассказывал Артур, когда вы, соответственно, выписываете все самое важное, а потом считаете, на каком количестве сайтов это встречается. SEOшники – воры. Важная задача при создании сайта – это своровать самые лучшие элементы у SEO. Зайдите на сайт Hgibis of Agency. Мы сделали ребрендинг. Давайте ПФов нам покрутим, да, из Москвы. Вот. Там будут все, что вы видели у Ашманова. Меню взят у Ашманова. Контент взял у Пикселя. Что-то у Демиса. Короче, у Скобеева подвезал рулетку, получая охренительную конверсию. Ну, как бы вот так. Теперь, зачем вообще собирать семантику? Этот вопрос мне задал сотрудник SEO-агентства Никиты Антонова, бывший сотрудник. Хорошо, что он бывший и теперь работает не у Никиты Антонова. И, как бы, ну, казалось бы, да, что я показываю? Типа, ну, сортовой прокат, листовой прокат, трубный прокат. Несложно. Ни хрена. Дальше поехали. Да, соответственно, арматура распределяется на определенные подразделы. Там нужно фильтровать и так далее. Структура и навигация сайта – это, пожалуй, самая важная вещь. Артур сегодня показал кейс, где Google не рос. Нифига, Google может расти, потому что он очень любит структуру, тексты и перелинковку. Перелинковкой вы можете заменить вообще все. Ну, как бы ссылки перелинковкой заменяются на раз-два. Да, есть ниши, где это не прокатит, но правильная структура и навигация – это деньги вашего клиента. Любая страница должна быть не дальше трех кликов от главного и все ерунда. Нет, пользователю должно быть понятно. В маркетплейсах гораздо больше трех кликов, правда? Но при этом там все понятно. Именно поэтому, когда вы собираете структуру, вы понимаете сразу несколько задач. Первое. Что человек хочет? Я это сейчас объясню. Второе. Где он хочет это видеть? И в-третьих, что это такое? SEO-шник – это как продукт-менеджер проекта. Он должен знать о продукте все. Я вот элеваторы продвигал за много-много денег. Это такие огромные штуки, где хранится зерно, там есть транспортеры и еще куча всего зерносушилки. То, чем мы с вами питаемся. Да, хлеб. Для хлеба, чтобы хлеб не портился, вот зерно для хлеба не портилось, есть элеваторы. Если бы я не понимал, что такое элеваторы, я бы не смог сделать их топ-1 в России одним сайтом, когда у них офис в Воронеже. Если ты лучше всех разбираешься в продукте клиента, то, соответственно, у тебя решаются задачи того, как это должно быть. С арматурой мы работаем уже лет, я не знаю, с начала основания агентства. Весь трубный прокат в России, наверное, мы сделали. Теперь интент запросов. Основная цель кластеризации и семантики – понять, на каких страницах должно продвигаться страницы. Это важно. А теперь интент. Есть мысль, что интент – это типа коммерческий, информационный, фильмы, рейтинги. Нифига себе. Интент – это вот что такое. Это сервис KSO, лучший сервис для аналитики конкурентов. У кого его нет, я могу дать промокод на 20%. Это самый большой промокод. А здесь есть слова «электростанция», «купить дизельный генератор» и так далее. И когда мы убираем определенные запросы, которые нас не интересуются, мы продолжаем искать интент. То есть каждый кластер в семантике вспоминаем, что поиск продвигает не один запрос. Поиск продвигает весь сайт, а кластер продвигает все запросы. Кластерное продвижение – принцип пирамидки. Соответственно, мы понимаем, что человек хотел видеть на этой самой странице. И здесь есть электространции. Здесь есть что такое дизельный генератор. Здесь есть частный дом. И это все должно продвигаться на одной странице. Это как минимум очень сложно. Совместить электростанции дизельные и дизельный генератор для частного дома. Но это все должно быть на главной странице. И я покажу, как мы это сделали. Сводный анализ ниши. Мы как бы чокнутые. Мы с семантикой 8 лет занимаемся. Ну это чокнутые люди. И мы умеем типа в аналитике. И мы вот такие вещи делаем, в которых определяем, какие темы должны продвигаться на сайте. Есть такая вещь, как структура. В структуре есть полнота, глубина и полнота. Глубина, ширина, полнота. Семантики. И структуры сайта. То есть условно, есть информационные коммерческие запросы, и в некоторых нишах нельзя их продвигать. А есть дизельные генераторы для частных домов и дизельные электростанции, и в некоторых нишах их тоже нельзя продвигать. И это все идет из семантики. Семантику не надо у нас заказывать. Ну вот не надо, не хотим мы это делать, но это все идет из семантики. Самая важная задача на проекте – это структура и ее аналитика, запросная аналитика. Не путай с прогнозной аналитикой. Прогнозная аналитика уже давным-давно не работает. Соответственно, 99% сайтов не умеют делать главную страницу. Главная страница решает одну простейшую задачу – помочь пользователю обратиться к вам и выбрать ваш товар. Это а, презентация компании, но она на втором месте. А первое – это все-таки выбор того самого товара. Продуктовый подход. Продуктовый подход отличается от любого другого подхода в тем, что клиент вам не указывает, что делать. Вы сами анализируете тематику, вы сами собираетесь в семантику, и вспоминаем те слова, что вы самый главный чувак на проекте. Хотите зарабатывать столько, сколько зарабатываем мы? Ну, типа, говорите, что я самый главный, я самый крутой, и я еще продаю дорого. Если вы будете говорить это вначале себе, а потом вашим клиентам, вы сможете даже их немножко унижать, и им это будет приносить удовольствие, правда? Смотрите, давайте разбирать. Я так много рассказал, как важно делать аналитику, а теперь разбираем. Шапка. Вверху мы видим коммерческие факторы. Дальше мы видим ту самую главную кнопку на сайте, которая называется «каталог». И видим контактные данные. То есть это просто отражение коммерческих факторов. УТП. УТП важно. А если вы не говорите, что вы лучшая, или хотя бы не говорите, чем вы занимаетесь, никто никогда и не узнает. В Ascusers, вот сервис сивальнего, который он должен нам когда-нибудь продать, есть вопрос, который называется, вы понимаете, чем компания занимается? Так вот, в 90% аудитов, которые мы делаем в Ascusers, никто не понимает, чем занимается компания, открывая главную страницу. Вы должны максимально четко вверху говорить. Главный баннер – это охренеть какая важная вещь. Она решает все задачи пользователя. И то, что вы напишете в главном баннере, тоже очень-очень важно. Потому что, если у вас заболел ребенок ночью, то главный баннер должен отображать, что вы работаете, а, круглосуточно, б, принимаете, у вас есть необходимый штат врачей, чтобы принимать без очереди, и в, вы там трансфер организуете клиенту. Если вы занимаетесь продажей дизельных генераторов, а те, кто продают дизельные генераторы, мечтают продавать электростанции, потому что электростанция, ну, объясню чуть попозже, что-то такое, вы это должны писать. Никто не знает, чем ваш бизнес крут. Вот видели, как я зашел, да? Что я сказал? Соответственно, вы теперь понимаете, что либо он чокнутый, либо он крутой. Два варианта. Соответственно, это момент важный. Дальше. Подберите. Мы делаем на главной странице сайта фильтрацию в самом верху. Вспоминаем. Важнейшая задача главной страницы – помочь пользователям выбору. Он только потом будет догонять, почему вы такие крутые, какие у вас крутые менеджеры, сроки доставки, там оплаты и прочую херню. Он пришел к вам за какой-то конкретной задачей. Решите эту потребность. Здесь можно фильтровать. Если мы выберем вот здесь ИПП, то у нас поменяются эти. Вспоминаем, что люди ленивые и против Дарвина вы не попрете. Как бы вы не хотели. Я вот всю жизнь хочу, но что-то не получается. Соответственно, мы им сразу предлагаем здесь самые популярные вещи, которые идут из той самой семантики, пока вы не знаете, что конкретно люди хотят видеть на странице. И его спрос вы никогда и не поймете, что там на самом деле главное. А дальше мы выводим варианты подборок. И смотрите, у нас есть популярные, а дальше разделены. Это интент. Мы видели, да, люди спрашивают для частного дома, люди спрашивают электростанции. Вот здесь электростанции, а вот здесь частный дом. Мы умудрились совместить то, что некоторые там, ну 99% это будут разделять. А мы понимаем, что это наша главная страница. Она очень важна с точки зрения трафика, SEO, она важна с точки зрения пользователей UX, поэтому мы это будем разделять. Как? Вот так. Теперь будем вытрепываться. Как бы мы любим, умеем, и наши клиенты тоже. Соответственно, мы напишем те вещи, которые являются УТП. Покажем бизнес лицом. Всегда на сайтах показывайте, кто у вас работает. Показывайте директора, пусть он записывает видеообращение. В первую очередь люди покупают у людей. Никто никогда не покупает ничего у человека или у компании, про которую он ничего не знает. И каждый факт, который есть у вас на сайте, вы должны подтвердить. Есть у вас там, не знаю, 10 тысяч выполненных проектов, подтвердите. Есть у вас 10 тысяч отзов, подтверждайте. И здесь мы тоже подтверждаем и показываем. Вот теперь те самые электростанции. По большому счету дизельный генератор это вот такая вот большая хреновина, которая упаковывается потом в электростанции. Все бизнесы, которые продают дизельные генераторы, хотят продавать электростанции. Второй важный блок. Мы показываем, что для нас приоритетно. Мы можем показать это на главном экране в первом мониторе, но мы понимаем, что важно людям. Именно поэтому мы опускаем это в третий приоритет. Да, это важно бизнесу, но это не важно людям, потому что мы посчитали, сколько конкретно запросов в семантике спрашивают про электростанции, а сколько просто про покупку дизельных генераторов. А теперь самая интересная хитча, которую вы можете забрать абсолютно все. Если вы работаете с разным сегментом, у меня еще 15 минут, разным сегментом товара, то, соответственно, здесь вы выводите сегменты. Здесь написано 30 кВт, 12 моделей, 50 кВт, 10 моделей. Абсолютно все сайты в интернете на главную страницу запихнут самые популярные товары. Я вот дачник и много покупаю на Леруа Мерлен, но я не понимаю, зачем мне на дачу опрыскиватель для цветов, если он является самым популярным товаром. Сегментируйте, помогайте людям, и это вы можете видеть из вашей семантики. Соответственно, если человек нажмет сюда, лучшее предложение у него изменится. Мы крутая компания. Мы работаем со всеми популярными брендами, мы с ними партнеры, поэтому вначале мы выводим иконки популярных брендов, это коммерческий фактор в данной нише, а потом мы подтверждаем, что вот у нас есть сертификаты дилерства. Мы не просто где-то их купили и продаем, мы реально крутые, мы дилер, мы несем гарантийную поддержку и так далее. Почему это важно, я сейчас объясню. На простом, понятном примере. Кто использует Семраж? Вот один человек. Ну, в общем, Семраж – это сервис для анализа семантики и сервис для анализа ссылочного. В России есть дилер, вернее был, называлось оно Аго. Компания Аго, да? Или Ага, или, ну, Ага, короче, вот. Они предоставляют услугу дилерства Семража. Мы приходим к ним, заключаем с ними договор, потому что мы не покупаем Семража на сайте напрямую. Мы ищем дилера, заключаем договор, и 24 февраля случается всем известное событие. Мне пишут, что, Александр, мы приостанавливаем где-то в мае доступы к Семражу. Я жду месяц, я жду два месяца, а потом мои юристы отсылают досудебку. И нам возвращают все деньги, которые мы заплатили. Они дилер, они в договоре писали, что они имеют полное полномочие для того, чтобы, соответственно, предоставлять нам доступ и гарантировать его бесперебойность. Если вы что-то говорите, подтверждайте. Иначе верить вам никто не будет, а если вам не верят, вам не продают. Доверие – это самая важная история в продажах. Работа с отзывами. У кого на сайте текстовые отзывы, тот умер. Отзывы никто не верит. Как делаем мы? Первое. У нас можете зайти на HGPS of Agency в раздел «Отзывы». У нас есть сертификат. Можно любому нашему клиенту позвонить, Юре компании, и спросить, действительно ли вы работали с HGPS. У нас очень много частных клиентов, потому что мы самая большая компания, кто делает семантику на рынке. Поэтому люди, которые не представляют компанию, представляют собственные интересы, семантику заказывают на 50% всеошники, пишут нам отзывы. И мы обязательно их просим. Просить в России написать отзыв – это нормально. Менталитет у нас хреновый. И если нам что-то не понравилось, мы напишем 100%. А если нам понравилось, мы будем молчать. Мы не Америка в этом плане, поэтому мы просим. И у нас есть группа ВКонтакте, куда люди от своего лица пишут отзывы. И каждому человеку, опять же, можно написать и спросить, ребята, вы работали с HGPS, расскажите, как это. И таким отзывам доверяют. Видеоотзывы в Movitton я их не люблю. По определенным причинам. Ну, это не так сложно сделать. На всех биржах фриланса огромное количество. Но вот так вот работать с отзывами – правильно. Просить их – правильно. Бонусы для них сдавать – правильно. В общем, работа с отзывами очень важна. А вот так это можно делать на больших компаниях. То есть глупо будет, если в B2B ниша будут писать отзывы в группе ВКонтакте какие-то люди. Поэтому всегда можно поставить оригинал отзыва и при нажатии на эту кнопочку будет открываться окошечко с отзывом. Ничего сложного, ничего неумного, но важнейший фактор – доверие. Закрываем доверие. Все понятно. Наши клиенты. Наши клиенты – это бог с логотипом. Вот у меня, допустим, написано, что я работаю с афишей. И с травелатой, и еще с кем-то. Я туда впихнул всех, кому мы делали консультацию, семантику, аналитику, аудиты. Короче, всех. Но после этого идет подтверждение. У нас есть выполненные проекты. Понятно, что до ОПРов травелаты или до SEO-шников травелаты вы навряд ли дозвонитесь, да? Но, тем не менее, вы можете показать на сайте, как вы это делаете. И после того, как у нас есть клиенты, мы показываем, что у нас есть выполненные проекты и говорим, для каких компаний мы это делали. То есть мы, а, продаем дизельные генераторы, б, мы дилер, в, мы вообще работаем с топами, и г, вот вам, пожалуйста, пример. Но кто на такой странице не купит? Не купит только тот, у кого денег нет. Маркетинг. Маркетинг – это важнейшая вещь для любой компании. Кто-то даже сказал, что если вы не занимаетесь маркетингом, то вы там умрете, как бизнес. Соответственно, если вы там кому-то отдали маркетинг, то что-то тоже умрете. Короче, ну, пугают. Нет, на самом деле маркетинг – важная тема, а еще важнее тема касаний. Вот сейчас вы смотрите меня здесь. Кто-то пойдет на мой YouTube-канал, кто-то подпишется на мой Telegram-канал. И, соответственно, в этой истории я до вас дотянулся. Если я до вас дотянулся, дальше качество моего контент-маркетинга. У меня он хороший. И, соответственно, через какое-то время вам понадобится, допустим, какая-то услуга. SEO-шникам может понадобиться прогноз трафика. Мы делаем прогноз трафика, по-моему, половине всех агентств, которые есть, маленьких. То есть у них нет экспертизы, чтобы сделать прогноз трафика. Прогноз трафика – важная вещь в рамках SEO-КП. Соответственно, мы это делаем. Семантику, аудиты – это все делается SEO-шником. Ну, мы продаем SEO-шникам. Мы продаем не только бизнесу. Поэтому количество касаний очень важно. Но информационные статьи – это контент-маркетинг. И я всегда рекомендую. Вот я YouTube веду. Мы занимаемся видеомаркетингом. Достаточно хорошо это делаем. Мы пятый канал по SEO-шке в России. И, соответственно, если вы вложились в информационную семантику, если вы вложились в написание контента, наймите человека. Вон стоит человек, который тоже, наверное, видео может делать. У него коллега есть, Сергей Смаровоз. То есть ребята могут делать вам контент. Наймите их, и тогда вы сможете дотягиваться до людей на самой популярной соцсети, соответственно, в интернете. YouTube – это самая популярная соцсеть на текущий момент. Есть проблема. Проблема SEO-шная. Проблема называется каннибализация и размытие релевантности. На сайте очень-очень сложно сделать так, чтобы у тебя низкочастотные, низкоконкурентные запросы не перетекли на, соответственно, нет примера, не перетекли на коммерческие страницы с коммерческих на информационных. У нас есть великолепный кейс, называется Expert Agro. Это те самые элеваторы. И мы там сделали невозможное. Мы подвинули Википедию – раз. А второе – мы совместили коммерческие страницы и информационные по запросу элеваторы. Мы сделали дорвей, по большому счету. То есть, когда кто-то в гугле забивает элеватор, он видит нас. Но когда кто-то забивает купить элеватор, он видит нашу другую страницу. Элеваторы под ключ видят другую страницу и так далее. Нормальный бы SEO-шник сказал, это каннибализация или размытие релевантности, когда под несколько, соответственно, под один кластер запросов мы делаем разное количество посадочных страниц. Но в тематиках с высокой конкуренцией, особенно в сложных тематиках, а мы эксперты именно в сложных тематиках дорогих, Яндекс не понимает до конца синонимы. То есть, если вы напишите телевизор или ТВ, он прекрасно поймет. А если вы напишите элеватор или заказать элеватор, будут большие проблемы у Яндекса. Он не понимает, что такое элеватор. Там есть словарь синонимов, и это очень легко в кластеризации увидеть. Когда вы делаете кластеризацию, вы видите 40% нормальной разложенной семантики в нормальной нише, и 60% какого-то бреда. Это происходит по простым, понятным причинам. Поисковая система Яндекс, как и поисковая система Гугл, оценивает синонимы. То есть, понятная история. И если SEO-шники умудрились по полторы тысячи запросов в ОСАГО продвинуть одну страницу, Яндекс понимает, что такое ОСАГО, купить ОСАГО и так далее. А когда у вас слабые конкуренты, а в промышленных тематиках очень слабые конкуренты, которые заваливают все деньгами, это ссылки, это контекст и так далее, то с семантикой творится тоже проблема. Поэтому информационными запросами работать очень сложно. Вообще, я рекомендую всегда это выносить на отдельный проект. Это проще. на отдельный сайт. У вас не будет никаких глобальных проблем. Вы сделаете новый стиль и никакой размытии релевантности на основном сайте не будет. Яндекс никогда не посчитает ваш сайт информационным, если у вас 20 коммерческих и 600 информационных статей. Короче, проще. Но будут другие проблемы. Основные шаблоны сайта. Ускоряемся. Опять же, это сейчас вы видите аналитику в дизайне. Это каталожная часть. То есть мы помогаем пользователю выбрать. Пользователь ленивый. Утпшки, фильтрация, анонсы. Понятно, да? Карточек товара. У нас 6 вариантов карточек товара для различных задач пользователя. 6. И еще куча дополнительной информации, потому что семантика разная, запросы разные. Хочешь получить данный дизайн, пожалуйста, пиши мне в ВК. Задача простая. Добавить меня в ВК, добавить в телегу. Подписаться на телегу на YouTube. Я ссылки скину. И вы получите весь ТЗ на дизайн и сам дизайн. Мобильная версия сайта крайне важна, потому что Google использует мобильное ранжирование. Mobile First. Соответственно, это тоже важно делать. И мобильная версия это не адаптив. Если вы видели шапку, то шапка в мобиле у нас другая. Да, соответственно. Если вы видите отображение, то оно тоже другое. Мобильная версия, как и версия для планшета, как и версия для телевизора у сайтов. Это разные версии сайта, и это точно не резиновая верстка. Учитывайте это. Техническое пояснение для разработчиков. Вы его тоже сегодня получите. Это 38 страниц по модулям для SEO и 23 страницы требований по функционалу. Ну, мы чокнутые, помните, да? Как бы мы лидеры, мы чокнутые. Вот это наша история. Вы его тоже получите. Вот это просто оглавление. И это не все. Нет, все. Это оглавление только требований SEO. Функциональное оглавление вы получите уже. Опять же, все то же самое. Как бы подписались на телегу, подписались на YouTube, добавили в друзья меня, в ВКонтакте, помним по количеству касаний, да? И файлы получили. Получили ТЗ на программинг, получили ТЗ на дизайн и сам дизайн. Развлекайтесь. Ответы на вопросы. Спасибо большое. До новых встреч.